Капитальный ремонт стадиона БАМ стартовал в Тензе. Напомним, в прошлом году спортивная зона пострадала из-за масштабного паводка. Приводить ее в порядок будут за счет московского правительства. В прошлом году стадион полностью ушел под воду. Сказалась интенсивность дождей. Тогда на город обрушилось пять декадных норм осадков, беговые дорожки, футбольное поле, баскетбольную площадку повредила стихия. Сейчас ремонтники уже демонтировали искусственное покрытие и ограждение, приступили к выравниванию земляного слоя. Кроме того, разработаны все необходимые документы, в том числе архитектурная концепция и визуализация. Напомним, уже в следующем году Тенда отметит полувековой юбилей БАМа. И с предложением поддержать финансовую реконструкцию стадиона, именно к этому событию к правительству Москвы обратился губернатор при Амуре Василий Орлов. Победила дружба. Международный детский турнир по футболу завершился в Благовещенске. В нем приняли участие юные спортсмены из разных населенных пунктов Амурской области и провинции Холунзян. Подробности в материале Виктории Сытенко. Фирменным приемом Роналду свои успехи на поле празднуют юные амурские футболисты. Впереди финальный матч с китайской командой. Перед решающей схваткой обязательный разговор с тренером. Игроки максимально сконцентрированы на победе. Дружеское рукопожатие и в бой. Это вторые международные соревнования для детей из Преамурия и провинции Холунзян. Первый чемпионат состоялся в 2019 году. После пандемийного перерыва спортсмены приграничных регионов наконец-то встретились вновь. С трибун за игрой внимательно следят зрители. За кого болеете? За китайцев. Почему? Не за русских? Ну потому что они все-таки послабее. Команды приехали. Хочется поддержать их. Мы же гостеприимный народ. Тяжелый идет. Я болею за наших. Потому что там внук играет. Под 19 номером. Под которым в свое время играл я. Внук молодец или надо внука еще так потренировать как следует? Подтянуть надо. Пока он не очень мне нравится. Как действует на поле. Как тебя зовут? Участники турнира соперники лишь на поле. Несмотря на языковой барьер, амурские школьники легко поладили со своими ровесниками из Поднебесной. Узнали, что им тоже нравится русская кухня и особенно мороженое. Даже на английском уже умею говорить с ними. Пытаемся на английском. Они даже очень хорошо знают русский. Ну как вообще удалось им подружиться? Да. Да. Мы с некоторыми даже обменялись номерами. В финал вышли три китайские команды и девять амурских. Всего турнир объединил порядка 800 ребят из нашей области. Муниципальные и региональные этапы проходили в разных городах и селах, чтобы как можно больше детей прониклись спортивным духом. Дружба в итоге воцарилась и на поле. Финальный матч закончился в ничью. Нам немного не хватает с китайцами. Но они сильнее. Это видно. В чем сильнее? Сильнее в игре, потому что когда мы идем в атаку, у нас выходит вся защита и у нас некому быть в защите. То есть у нас если один отскок китайцев, они побегут к нам и могут забить ворота. Соревнования намерены провести и в следующем году. Кроме того, российская сторона уже получила приглашение на ответный матч, который состоится в Хэйхэ. Китай футбол развивается, особенно детско-юношеский здесь в северной провинции Хэйлыцзян. На сегодняшний день уровень наших футболистов, подготовив наших футболистов, повыше. Хотя китайские руководители вчера общались, они сказали, что им полезно такое общение, есть к чему стремиться. Футбол не единственный вид спорта, в котором состязаются жители приграничных регионов. Этой зимой на льду Амура состоялся международный хоккейный матч, чемпионат по ралли. Летом наши студенты ездили на спартакиаду в Хэйхэ. А китайские в онлайн-режиме участвовали в турнире по шахматам. Виктория Сатенко, Станислав Гаврик, Вести, Амурская область. Благовещенск упустил лидерство в дальневосточном чемпионате юношеской футбольной лиги для игроков возрасте до 18 лет. В последнем матче лета нашим ребятам противостояли сверстники из Комсомольска. Как развивались события на поле стадиона «Спартак» расскажет наш корреспондент Галина Макущенко. Соперник для благовещенцев, казалось бы, не самый сложный. Амурчане защищают свой чемпионский титул, а ребята из Хабаровского края прочно осели во второй половине турнирной таблицы. К тому же в гостях в стартовом туре прошлогодние триумфаторы UFL-DV одержали волевую победу 3-1. Похожий сценарий назрел и теперь уже на шестой минуте. Счет открыл футболист комсомольской команды Иван Абрамов. Руки! Руки! Давай! Впрочем, уже на девятой минуте точным выстрелом в ворота соперника отметился один из лидеров Благовещенска Степан Глотов. Развить успех у хозяев поля все не получалось. Более того, в конце первого тайма гости могли выйти вперед. Однако голкипер Андрей Стрижаков сыграл самоотверженно. Каждое действие на поле остро переживают родные игроков. Среди болельщиков и мамы результативного нападающего Максима Попова. С детства он сам начал увлекаться. Попросил купить мяч, играл во дворе с ребятами. Потом изъявил желание, мама, папа, запишите меня на футбол. Второй тайм хозяева поля провели в постоянных атаках, особенно концовку. Но успеха многочисленные стандарты и удары по воротам не принесли. Понимали, что нельзя упускать эту победу. Нужны очки, чтобы присутствовать на первом месте. И игра была такая затяжная. Мы атаковали, они атаковали. Где-то нам не хватило концентрации внимания, я думаю, и везения. Ничья. 1-1. Благовещенцы потеряли два очка и пропустили вперед владивостокских динамовцев, которые теперь опережают Амурчан на одну очко. А скрытый лидер, идущий сейчас на третьем месте, Хабаровский СКА, у которого игра в запасе. Так что Благовещенск пока теоретически лишь бронзовый призер. Отталкивались от игры, которая нам предстоит, к ней готовились. В общем-то у нас неплохо это получалось. Не знаю, сейчас, конечно, обидно терять два очка. Ну, по максимуму. Поэтому будем готовиться, настраивать на победу в каждой игре. В целом тренеры двух команд отмечают, что их воспитанники показали себя бойцами на поле. А главное, уважительно относились к сопернику. Это обучение, чтобы эти люди с каждой игрой становились лучше. И были лучше, чем в начале сезона нашего непродолжительного. Да, у нас такие условия. И они стали лучше в конце. Каждый. И на основании этого стала лучшая командная игра. Впереди у игроков перерыв почти на месяц. Матчи юношеской футбольной лиги возобновятся в сентябре. Ну, а окончательно все станет ясно в начале октября. Галина Вакученко, Александр Васильев, Вести, Амурская область.